Собственники против бизнесменов. Жители дома 45 по улице Елькина устроили скандал, защищая свои квартиры от разрушения. По их мнению, предприниматели захватили весь первый этаж здания и занимаются перепланировкой капитальных строений. Сносят несущие стены и рушат фундамент. Так ли это? Знает Маргарита Хижняк. Ну 55 лет мы жили нормально, температура нормальная. В чем дело? Значит загвоздка в этом во всем. Что-то они там переделали. Собрание жильцов дома 45 по улице Елькина проходит на повышенных тонах. Собственники возмущены. Температура в квартирах падает, стены трещат по швам. Горячая вода из крана бежит еле-еле. Виной всему уверяют жители бизнесмены, которые, по словам людей, захватили весь первый этаж здания. В небольшом трехподъездном доме уже размещены около 20 магазинов, кафе, турагентств и организаций. Коммерческие магазины здесь на Елькина 45 начали появляться еще в начале нулевых. Сначала бизнесмены выкупили цоколь, потом квартиры на первом этаже. С тех пор здесь практически ежегодно идет реконструкция здания. То расширяют окна, то нарушают фундамент. Жители боятся, что однажды их дом может полностью рухнуть. Вот же тоже это их кондиционеры. Это вентиляция еще занимает, и такие наставили кондиционеры. И ночью, и у него круглосуточная работа. Вот только что выключили. Челябинцы жалуются. Стали заложниками предпринимателей. Портят бизнесмены, по мнению жильцов, и внешний облик дома. Четыре двери здесь добавили, это по два метра. Здесь вырубили. Я где-то так примерно посчитал, это получается 10 метров стены убрали. Кроме того, собственники квартир уверены. Бизнесмены самовольно захватили территорию. На тротуаре сбоку от дома появился пристрой. Я с ребенком здесь гуляю, здесь коляской очень тяжело пройти. То есть я постоянно хожу по вот этой дороге с коляской, со вторым ребенком и с женой. По какой дороге? Ну вот здесь вот прям по дороге, да, по двоейшей части. То есть здесь не пройти. Раньше был хороший тротуар, то есть здесь спокойно можно пройти. Сейчас нет. По словам жильцов, разрешение на такие переделки у них никто не спрашивал. Хотя согласно жилищному кодексу, на любое взаимодействие с общедомовым имуществом необходимо письменное согласие всех собственников квартир. Жители уже неоднократно обращались и в полицию, и в жилинспекцию, и в управление архитектуры, и в прокуратуру. Прокуратура нам дала ответ, что это по вопросу согласования перепланировки и благоустройства фасада идите в комитет по архитектуре. Жилищная инспекция, значит, тоже дала ответ, что это не наш вопрос, мы этим не занимаемся, идите в комитет по архитектуре. А комитет по архитектуре эти нарушения не видит. Руководство одного из магазинов уверяет, переделом не занимались. Все капитальные постройки и перепланировки были сделаны предыдущими владельцами еще в начале 2000 года. Таким помещение было куплено изначально, а работы по расширению окон и дверей были согласованы и проверены ведомствами. Разные организации, в том числе и прокуратура, в том числе и архитектура проверяла, как бы был вопрос законности строения наших владений здесь, законность фасадов. Все это подписано, все это законно. В ситуацию вмешался коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин. Исходя из того, что мы видим, исходя из логики жилищного законодательства, любые изменения на общедомовое имущество – это нарушение прав других собственников жилья. И любые изменения и принятие решений по изменениям – это прерогатива общедомового собрания собственников жилья. Раз этого не было, то права собственников жилья однозначно нарушены. По мнению Анатолия Вершинина, жители дома должны встретиться, написать коллективную жалобу в администрацию Челябинска и приложить все собранные доказательства. Под дело коммунальный омбудсмен будет курировать лично. Маргарита Хижняк, Павел Клементьев, ОТВ.